Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Санктум. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Опасное погружение 2015 года. Маленькая капсула с четырьмя водолазами застряла на дне восточно-африканских вод на глубине 200 метров. Кислорода с каждым вдохом становится все меньше, а надежда на чудесное спасение тает с каждой минутой. Брошенным на произвол судьбы им ничего не остается, кроме как пытаться спастись своими силами, полагаясь лишь на собственную храбрость и отчаянное желание выжить. Гравитация 2013 года. Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского инжиниринга, отправляется в свою первую космическую миссию под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски, для которого этот полет последний перед отставкой, но во время, казалось бы, рутинной работы за бортом случается катастрофа. Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются совершенно одни. Они находятся в связке друг с другом, и все, что они могут, это двигаться по орбите в абсолютно черном пространстве, без всякой связи с Землей и какой-либо надежды на спасение. СХВАТКА 2011 ГОДА На Аляске потерпел крушение самолет, и оставшиеся в живых пассажиры оказались в плену безлюдной снежной пустыни, где только стая волков скрашивает пейзаж. Люди хотят выжить любой ценой, и теперь им предстоит смертельная схватка. СТО ДВАДСЯМ ЧАСОВ 2010 ГОДА Неудержимый скалолаз и любитель спрятанных в каньонах пещер в очередной раз в одиночестве едет в горы, и оказывается в смертельной ловушке. СТО ДВАДСЯМ ЧАСОВ БЕЗ ЕДЫ, БЕЗ ПИТЬЯ, И ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ НАДЕЖДЫ ВЫЖИТЬ. Тут-то и проявляется сила характера. ЗАМЕРЗШИЕ 2010 ГОДА Не всматривайтесь в бездну, иначе бездна начнёт всматриваться в вас. Три молодых человека, сноубордисты и лыжник, и даже не подозревали, как это может быть в реальности, и какой чудовищный кошмар ожидает их. Они застревают на подъёмнике, и весёлый вечер в заснеженных зимних горах превращается в ад. Жуткий холод и обжигающий ветер несут гибель несчастным, оказавшимся в ловушке на огромной высоте. Время работает против них, никто не придёт на помощь, ведь горнолыжный курорт закрыт на несколько дней. Остаётся одно – спасаться самим. Но чтобы спастись, нужно победить ужас этой ночи. Весь ужас. АВАТАР 2009 ГОДА Джейк Салли – бывший морской пехотинец, прикованный к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остаётся воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса. ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ Пытаясь узнать о судьбе исчезнувшего брата, учёный, его племянник и их проводница открывают фантастический и опасный затерянный мир в центре Земли. СПУСК 2005 ГОДА Компания смелых очаровательных девушек привыкла проводить свой отпуск в экстремальных путешествиях. На этот раз принято решение исследовать отдалённые горные хребты. Всё идёт неплохо до тех пор, пока они не находят загадочный грот. Долгожданный отпуск оборачивается леденящим душу ужасом, а загадочная пещера – склепом. Темнота и тишина. Только слышно, как бьётся твоё собственное сердце, охваченное первобытным страхом. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok